В концертном зале «Верхний город» в Минске зазвучит орган, инструмент, которому почти 100 лет, находился в столичной музыкальной школе номер 2, а теперь начал переселяться в центр столицы. Специалисты утверждают, что он должен зазвучать уже через год. Свидетелем первых реставрационных работ стала Лариса Гуликевич. На этом месте у концертной зале «Верхний город» должен быть орган. Его долго ждали, подбирали, и вот хутка, свое новое житие отримая инструмент в начале 20-го года, знакомитого майстра Вацлава Бернанского. У Вогулі в Беларуси знаходится амаль 100 органов разных майстров краин эпох. Але по-соправдному гучаті дзенечують только пятая их частка. Серодых концертный орган у Белдзержфилармонии, костюля Святого Роха и некальки храмовых. Залы будинка специально плануются под органную акустику. Этот зал, в подвале которого мы находимся, в исторических фундаментах, подморках, идеальная акустика для органа. Возможно, он будет звучать даже в некотором смысле лучше, чем в филармонии. Мы этого ожидаем, потому что в Минск часто приезжают известные органисты. Наши композиторы работают и над органными произведениями. И напрашивается этот инструмент для установки окончательной именно в этом месте. История органа, який амаль по 100 годзе знаходзюся у музычной Минской школе номер 2, вельме загадковая. Створенный он с двух инструментов одной вилейской фабрки Вацлава Бернацкого. С початку юнгу Чау, але потом змог и выконывал только эстетичную роль в прыгожане. Московский органный майстер Дмитрий Лотов, який реконструюет и сбирая органы амаль 30 годов, працует у Великим театра оперы и балета России и у Московской филармонии. На его лику и некольки органов из Беларуси. Есть очень много интересных инструментов, действительно интересных, представляющих огромную историческую ценность, как, например, орган Енсена в Буцлаве, в национальном санктуариуме. Есть, например, интересный проект, который мы сейчас делаем в Старых Василишках. Там тоже маленький орган, но 18 века, конца 18 века. Ташистов много здесь, в том числе очень старых, очень интересных. Это национальное сокровище Беларуси. И остается только сожалеть, что очень часто они находятся в не очень хорошем состоянии. По коле орган по частках с трубами и регистрами переезжая с музычной школы у Верхний город, работы по реконструкции протягнутся амаль год. Новый орган станет судовным подарунком меньшанам и гостям столицы. Лариса Гуликевич, Дмитрий Чумак, агентство Телинавин.